уважаемые любители моих фотографических опытов сегодня у нас продолжение сериала про 50 миллиметровые объективы то есть 50 миллиметров под матрицу 24 на 36 или под пленку как уж вам больше нравится на сегодня только два объектива в сравнении я понимаю что хотелось бы охватить побольше но что есть то есть зато каких один сделанный немецкими оптиками и механиками еще до второй мировой войны вот он он стоит на зорком это занар светосилой полтора и 50 миллиметров 2 занар точно такой же сделанный спустя почти семь десятков лет в японии но тоже под руководством инженеров только уже другого поколения здесь были те самые оптики которые создавали то нового из чего еще не было никогда до них и очень старались а здесь все оптики создавали то что можно произвести японии досчитав объективы улучшив оптические покрытия но в основном для того чтобы продать то есть вот эта разница она очень существенна и задачи которые решают люди соответственно сказываются и на результатах так вот начнем я эти два объектива сравнивал между собой в абсолютно одинаковых условиях и начало это все в климентовском переулке там храм такой стоит который симпатичный достаточно и вот и взял его снял но естественно одно и то же место в одном и том же освещение в одном и том же времени все понятно оказалось что объективы работают очень похоже вот вы видите перед собой а теперь сомним их покрупнее что же вы видим а мы видим что современный объектив выпущены под контролем тех же самых немецких оптиков по их планам по их расчетам он оказался очень контрастным и как-то плохо передает градацию полутонов похуже он поярче пожестче почетче действительно здорово ну вот посмотрим что в более интересных сюжетах даст и этот этот объектив но для этого деревянный дом использовал первой половины девятнадцатого века я почти в таком и жил примерно треть жизни обычный дом деревянный пас и снаружи обид вот покрашен своеобразно как видите домики практически одинаковые на двух снимках а вот посмотрим покрупнее сосульки что же мы видим мы видим что сосульки передаются с очень похожим разрешением с очень похожими градациями но в разных оттенках а в чем дело вернемся опять к этому дому и посмотрим на него дело в том что в окошках этого дома как раз хорошо отражается большое кирпичное желтое здание который стоит напротив и объектив старинный то есть выпущенные до второй мировой войны достался он мне интересным образом мне его подарил уже очень пожилой кардиолог который еще участвовал второй мировой войны и снял его с полочки в сорок пятом году в разбитом фотомагазине в берлине вот он прожил целую жизнь у него и потом еще долгое время работу и работает у меня а это новое ну понятно купленные сотей за не очень небольшие деньги таким образом эти два объектива работают по разному подсветитую в на одной и той же матрице обратите на это внимание это нам еще пригодится при этом объектив до военной до второй мировой войны лучше передает цвет чем современной и менее контрастной посмотрим на мир и может это на мир их очень сильно сказаться нет на закрытых диафрагмах до 5 6 оба объектива дают примерно одинаковое разрешение 88 пары линий но современной выпущенной в японии под контролем немецких инженеров он дает разрешение чуть повыше 74 пары линий этот 70 но на краях естественно у старинного объектива больше падения по разрешению ну и по цвету конечно видите как на мир их видно хорошо как современные немецкие инженеры дотянули исправление хроматических аберраций просветление и борьба с хроматическими аберрациями явно намного лучше отсюда и разрешение и резкость а вот теперь перейдем к более сладкому и сложному моменту попробуем сделать фотографии новокузнецкой улицы против света вот мы снимаем фрагмент все понятно все подписано об теперь смотрим увеличенный фрагмент и видим какую-то странность все детали как будто бы подчеркнута еще дополнительно карандашом или обведены сделаем еще больше увеличение убедимся в этом что многие детали у современного зонара как будто бы четко очерчены зато исчезлила масса снежинок в чем же дело дело в том что принципы которые были реализованы современном зонаре они очень существенно отличаются от принципов оптических реализованных в довоенном зонаре посмотрите на вот эту схему здесь я нарисовал то как передается . понятно что это нормальное распределение чем острее пик тем точнее она передается потому что края естественно расплывают чем выше эти пики тем выше разрешение чем четче края меньше расползаются за этой боролись оптики начала 20 века именно этот факт реализован в старинном зонаре и что же происходит у современных объективов в первую очередь японских а то что они для того чтоб увеличить иллюзию подчеркиваю иллюзию резкости поскольку основной потребитель то этих объективов любители маленькие картинки максимально засунутые в альбом ну вот такого размера повешенные на стену там дефектов не видно и что сделали хитрые инженеры они взяли немножко испортили объективы их у я не буду рассказывать подробности как это делается хотя это хорошо известно поскольку японцы придумали это еще восьмидесятых годах прошлого столетия создать иллюзию резкости чтобы повысить качество потребительских товаров ну и некоторые фирмы которые занимают там до 70 процентов мирового рынка собственно говоря этим и занимаются на любой способ создание псевдо резкости для бытового втюхивания своей оптики так вот что происходит они делают по-другому они берут и вокруг точки создают еще как бы два колечка аберрации и в результате каждая точка достаточно маленькая она как бы подчеркивается и отсюда это странная графичность и потеря тона передачи которые мы с вами видим ну и надо вернуться к дому к деревянному старинному и посмотреть повнимательнее на его окошке к чему подобные фокусы приводят вот посмотрите окно она обведена кружочком и рядышком следующий кадр два снимка одно принадлежит к старинному объективу другого к современному как видите у современного объектива в тенях там где матрица перестает плохо различать получается вот такая мыльная грязная каша а объективы который взял 70 лет назад все хорошо и детальки видны в чем дело он мягче передает градации он не такой контрастный результат вы получаете детали в тенях поэтому я не говорю что лучше что хуже у всех есть свои достоинства но вы должны понимать что происходит и что вам скажем так слабо недоразвитые тестировщики часто втюхивают в циничной форме пользуюсь вашими вашими ограниченными знаниями невозможностями исследовать все подряд чего касаешься вот это надо знать за японской оптики так какие грехи возят водятся и пойдя по этому пути многие фирмы чем известные по сути дела разорились потому что они стремились качественной оптики а вот эти вот создатели иллюзии резкости захватывали рынке это и привело крах очень крупных и серьезных фирм что меня очень печалит так что у вас есть выбор если вам повезет и вы найдете старинный зонар то наслаждайтесь но не повезет можно купить недорогой современный зонар это и другое изделие немецких оптиков но совершенно разными научными и потребительскими подходами поэтому я уважаемые слушатели на чем не настаиваю единственное напомню что все эти сокровища предоставлены мне замечательным магазином кутуза фото а книжки которые подпирают вот эти два автопарата скоро увеличится на одну заказы можно будет посылать в издательство виде поскольку уже вышла из печати то есть отпечатана в типографии книжка под названием портрет искусство фотографии на ее создание ушло долгих шесть лет я надеюсь вы оцените результаты моих трудов так что вам приятных фотографических развлечений ну и конечно новых знаний а я побалуюсь 27 на летнем виски за то что у меня вышла 6 книжка из серии искусство фотографий за вас уважаемые любители и ценители фотографического искусства а 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